Телезрители и судьи были единодушны. Жирома Бланшара и Юлию Савичеву надо срочно возвращать в шоу. Примерно так же срочно, как надо возвращать книги в библиотеку. Ну что ж, читайте и сопереживайте. Я так громко кричала эту песню просто. Она поет, она кричит. Я ему сказала, что если вдруг у меня хоть малейшая какая-то частичка сомнения появляется, я сразу начинаю кричать и петь. Все, мне сразу легче становится. Как страшно! Следующий это мулер-рунш, французский, специально для меня. Я тебя отвергаю. Это будет образ Кармен и Тореадора. Такие очень страстные образы. Это будет так. Не пошел. Да. Сторона, сторона, сторона. Извини. Какой кошмар. На льду пара номер 12. Жером Бланшар в роли Жерома Бланшара и Юлия Савичева в роли Кармен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Изобразили на льду жаркую, как испанская, Севилья, любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если мне не изменяет память, Наташа, вы в свое время сказали, что танго – это один из самых сложных танцев для исполнения на льду. Так ли это? Да, это так. И сегодня мы видели сложное исполнение. Ребята очень нервничали, потому что, мне кажется, эмоции, которые клокотали в Юле Кармен, абсолютно переполняли ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Но она заразила своим жаром весь зал, и, мне кажется, все удалось. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Сигалова меня поправит, но танец танго, собственно, ровесник наших успехов в фигурном катании. Ему тоже немножко за сто, правильно? Да, конечно, да. Какие-то элементы танго получилось воплотить этой паре на льду в жизнь? Нет, никакого танго я здесь не увидела. Номер был сложный, интересный, хореографически построенный, но артистического обаяния в исполнителях для меня не было. Ну что я могу сказать на это? Если до этого я мог сказать «Вижу Аллу Сигалову», то теперь я могу сказать «Узнаю Аллу Сигалову». Юля, что ты можешь ответить на этот комментарий? На вкус и цвет, товарища, нет. Мы старались просто прочувствовать этот номер, и нам было просто приятно, что нам досталась именно эта музыка. Поэтому мы ее проживали от начала до конца. Я очень верю Алле, и сейчас пытаюсь понять, чего же мы, собственно, не показали здесь. Потому что, на мой взгляд, это было безмерно сложно. Они очень хорошо, четко, резко в музыку акцентировали все танговые акценты. Очень сложными нашими элементами, зубцовыми шагами, выпадами, резкими поворотами. Потому что повернуться плавно – это легко. А повернуться резко на один удар, на один счет музыкально – это довольно сложно. И оба партнера это делали. И катались вы сегодня замечательно. Давайте посмотрим на повтор выступления Юлии Савичева и Жирома Бланшара. Может быть, почему не получалось вначале? Непонятно, зачем он взял вот эту красную тряпку. Наверное, собирался на быка, а тут она, понимаете? Пирамида человеческих потребностей. Решил делом заняться девушку закадрить Бланшар. И вроде бы начало получаться. Вот тогда, когда уже избавился от тряпки, и когда обнял замечательную красотку Савичеву, он понял – пора заканчивать с этим зверьем, понимаете? Нужно больше уделять внимание любви. И вообще животных убивать это плохо. Пойду-ка я лучше на работу, ну, кем угодно. Вообще, на самом деле, Жиром Бланшар очень готовится к катанию с Савичевым. С каким упоением они тренируются. Посмотрите, вот эта страсть. То есть они отыграли, мне кажется, это замечательное произведение. Танго в целом все-таки получилось. Когда встречаешь девушку первый раз, хочется как-то ей понравиться. Не всегда это получается уклюже. Ну, а вообще концовка такая. Я как фанат «Металлики и Крутого» скажу – окончен. Все-таки незаконченный роман в парке на скамье. И мы переходим к оценкам жюри. Оценки наших арбитров. Елена Чайковская. 6-0. Вот это заслуженный, что творит. Наталья Бессимьянова. 6-0. Вот это заслуженный. Алла Сигалова. Женщины вы наши. 5-5. Ну, тоже это заслуженный. И теперь мужчины. Игорь Бобрин. 6-0. Как редко мы у Игоря видим такой максимум. Братья Пономаренко начинает Валерий. 6-0. Александр ставит. 6-0. Общий балл. 35,5. У меня такое впечатление, что Юля не ожидала таких оценок по возгласам. Юль. Спасибо за такие добрые слова. И за критику тоже спасибо. Мы это учтем в следующий раз. И на самом деле с каждым разом все сложнее и сложнее. Потому что планка поднимается все выше и выше. Элементы все сложнее и сложнее. Тем интереснее. И спасибо вам огромное за поддержку. Но я хотел бы дать слово и Жерому. Я не знаю. Просто спасибо всем. И спасибо за вас поддержку. Краткость сестра таланта. Мы провожаем Юлию Савичеву и Жерома Бланшара. На семейной разборке Отелла и Дездемоны больше всех заработали кипятки.